Обманил лжеца Обманил лжеца Само название предполагает несколько идей. Первая идея, что вы умеете определить, когда человек лжет. Вторая идея, что вы умеете обманывать настолько искусно, что даже обманщик не способен вас поймать. На сегодняшний день существует достаточно много книг и описаний различных сигналов и поведенческих признаков, за которыми можно следить. И если мы вдруг узнаем в человеке эти признаки, то, скорее всего, он врет. И они находятся в такой несистематизированной куче. Я систематизировал эту информацию, потому что провел достаточно серьезную работу по моделированию обманщиков. И в том числе я наблюдал и за собой в те моменты, когда я обманывал. Я пришел к определенному мнению, что, в принципе, сигналы, которые существуют, можно разделить на несколько категорий. Во-первых, категория, связанная с самим обманом, когда человек обманывает, у него есть какие-то свои личные, паттерны, как мы говорим, личные сигналы, которые можно достаточно хорошо и легко заметить, если вы натренированный человек. Существуют сигналы, которые показывают нам отношения человека, в том числе его эмоции в данный момент, соответствие этих эмоций и ситуаций. Это все очень важные вещи, которые показывают нам, что внутри чувствует человек по отношению к тому, что он говорит. И третий вид сигналов – это сигналы, которые связаны непосредственно с конструированием ложного ответа, с конструированием некоторого такого алиби. И это тоже можно определить по каким-то конкретным признакам вербальной и невербальной коммуникации. Ну и, естественно, вторая часть тренинга, конечно же, посвящена идеям того, как вообще конструируется ложь таким образом, чтобы можно было обмануть даже детектор лжи. То есть, по сути дела, это несколько важных и интересных стратегий, которые позволяют нам сделать некую неправду правдой даже для себя самих. Так что мы начинаем верить в это, как если бы это было по-настоящему так. В общем-то, это очень интересный тренинг, это достаточно серьезная работа. Это результат работы моделирования, который я превратил в набор упражнений, связанных непосредственно с теоретической базой. И в конце этого тренинга, более того, у вас появится возможность проверить свои навыки на настоящем полиграфе, на детекторе лжи. Ну и в ходе тренинга убедиться в том, что вы действительно умеете определять, когда человек врет, зачем человек врет, и как ему, может быть, даже иногда помочь сделать так, чтобы он свою цель решил, но не обманывал при этом вас.